добрый день ребята видите какая погодка у нас о чем вам говорят такие кадры я добавлю несколько фотографий вы посмотрите на них и конечно же это повергнет начинающего водителя ужас эти кадры первое что навевает большие страхи и правильно для всех водителей и не только начинающих водитель который уже умеет продумать свой маршрут умеет организовать как правильно его пройти редко попадает в такие неприятности но с молодым это может случиться вы знаете все из роликов в интернете из страшных фотографий что все это заканчивается кранами вертолетами и все такое конечно в некоторых ситуациях не избежать но я видел когда пожарники вытаскивают машину и поднятый ленивец спереди то есть машина срезает они пожарники не говорят что опустив ленивец можно уменьшить этот поворот этот срез поворота то есть такие нюансы люди которые приезжают спасать не совсем разбираются в чем дело я сейчас вам покажу одну процедуру которая дай бог никогда никогда не пригодится вам жизни но если вы очутитесь такой ситуации спокойно сойдите с машины оцените ситуацию без паники и наверное все таки вы сможете сами себе помочь потому что очень часто сперва чем вызывать кран вызывать вертолет что в чем заключается ребят машина наезжает на препятствие машина наезжает на угол дома мы видим и знаем такие кадры машина наезжает на какой-то бетон моста на штангу на что угодно спереди правый угол не дает больше расшириться все второй дом второе препятствие это называется конец но все сводится к чему должен кто-то подцепить и занести вон туда задницу потому что мы прекрасно понимаем что в чем сейчас проблема наступает колесо на препятствие в том что прицеп идет на срез нужно занести прицеп для этого мы уверены что нужен кран вертолет или что что-то помощнее а может ли сам водитель занести вот этот прицеп вот этот прицеп в котором 25 тонн груза скажем или 30 тонн груза но могу ли я сам просто взять и закинуть задницу своего прицепа ведь если я закину задницу своего прицепа то у меня пройдут колеса всего-то навсего может быть я смогу сделать это без крана а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Данный способ пригодился мне один раз за почти 17 лет работы здесь в Италии на грузовиках. Один раз. Придумал сам. Наверное, кто-то это знает и пользуется этим. Сейчас вам показывал на пустом прицепе, чтобы не сильно напрягать колеса. Просто саму идею. Конечно же, на груженном прицепе это работает еще лучше. Потому что тогда оси прижимаются сильнее к земле и скольжение уменьшается там, где оно не должно скользить. То есть принцип тот же, когда я показывал поднимать кран, чтобы увеличить, объехать какое-то препятствие. Или принцип тот же, когда мы говорили про снег и пневматикой изменения нагрузки по осям от угла самой платформы прицепа. Принцип тот же. Но просто играя, перенося груз прицепа на переднюю ось, когда уходит кягач вперед, и на заднюю, когда возвращается назад, по той же траектории мы делаем вот это вот. Та-та-та-та-та-та-та-та. Мы делаем вот это вот. Я на примере вам показал, что за 3-4, это можно поиграться дольше. Надо выбегать, поднимать кран. Если уже дело идет до вызывания вертолета, то можно вообще перекусить трубочку на заднюю, на заднюю подушку, чтобы вообще в них не было воздуха. Чтобы тогда задницу развернуло по максимуму. И тоже сделать с передним мостом. Но если полазить под нее снизу, если даже все ждут, если даже катастрофа, это все-таки дешевле. Ну, по крайней мере, ребят, если бы кто-то дал мне треть того, что берет кран, который приезжает вытаскивать такую машину, я бы за треть испачкался, полазил под этим прицепом и сместил его на метр, чтобы человек проехал. То есть вы увидели здесь на примере, как его можно сместить на метр, не сильно не напрягаясь. Но если побегать, еще и этим краном играть, потому что я этот оставил, чтобы побыстрее и не было такого затяжного. То есть поднял здесь, опустил там, поехал вперед. Опустил здесь, поднял там, поехал назад. Сделав таких процедур, если надо, если нужно, то 10-15, а не 3-4, как я сделал, вы отсунете свой прицеп и место справа, скорее всего, есть, потому что если вы прошли головой, то как-то немножко вы расширились, чтобы вы вышли из того капкана, в который вы попали. Все, спасибо. Надеюсь, что никому никогда это не пригодится. Будьте внимательны, будьте здоровы. Зеленого света вам на дорогах. Всего, пока. Продолжение следует...